Северный чародей В метрической книге Рождественской церкви Архангельска за 1879 год написано 13 октября 1879 года у мещанина Григория Михайловича Писахова и законной его жены Ирины Ивановны родился сын Степан Отец писателя был евреем, звали его Год Писах Мещанин Могилевской губернии по профессии ювелир, приехал из Белоруссии, крестился в православии и стал Григорием Михайловичем Писаховым Отчество Михайлович он получил от крестного отца, архангельского мещанина Михаила Прохорова В Архангельске Григорий Писахов женился и записался в купеческую гильдию Ирина Ивановна, мать Степана, была дочерью портового писаря Ивана Романовича Милюкова и его жены Хеонии Васильевны Предки по материнской линии Писахова переселились в город Архангельск из песенного былинного пинижья Хеония Васильевна, бабушка, была староверкой «Строга и правильно в вере», — вспоминал впоследствии Степан Писахов Брат бабушки, дед Леонтий, слыл профессиональным сказочником-рассказчиком По словам самого Писахова, записывать сказки деда Леонтия никому в голову не приходило Говорили о нем большой, выдумщик был, рассказывал все к слову, все к месту На промысел деда Леонтия брали сказочником Сам Писахов не застал в живых своего двоюродного деда, но он запал ему в душу и позже в предисловии к своим сказкам Писахов не раз его упоминал Самый обстоятельный биограф Писахова Ирина Борисовна Пономарева пишет в своих исследованиях Григорий Писахов, приезжий еврей-ремесленник, серебряник, чеканщик, ювелир и гравер Влюбился в соломбальскую красавицу, женился и навсегда осел в Архангельске Завел тут дом и мастерскую, честно проработал всю жизнь, вырастил семерых детей, двух сыновей, пять дочерей, а всего в семье родилось 14 детей И умер в конце 1917 года К закату своей жизни купец второй гильдии Григорий Михайлович Писахов имел значительный капитал И кроме дома на Поморской владел еще одним двухэтажным домом номер 26 на Троицком проспекте У него была своя ювелирная мастерская и небольшой магазин В семье купца имелась прислуга, экономка, кучер и кухарка Кроме того, Григорий Писахов содержал подмастерье и одного ученика Нравы в доме были довольно строгие Быт скромный, деньгами не сорили Душа художника и сказочника Степана Писахова формировалась под влиянием двух стихий Материнской старообрядческой веры, песен и сказочных традиций И отцовской жажды практического устроения на земле Знакомство в раннем детстве с песнями, псалмами и духовными стихами, народной поэзией Давало уму юного Степана Писахова особое направление Отец пытался приучить мальчика к ювелирным и граверным делам Но вслед за старшим братом Павлом, художником-самоучкой Степан потянулся к живописи Это не нравилось отцу Он внушал сыну Будь сапожником, доктором, учителем Будь человеком нужным, а без художника люди проживут Чтение тоже преследовалось, вспоминал Писахов Тайком мальчик забирался под кровать с любимой книгой И там читал Книга Сервантеса о Дон Кихоте Ломанческом была в детстве Любимой книгой Степана Григорьевича Писахова Бегство и странничество виделось ему единственным выходом из тисков домашней жизни И в 1899 году он устремляется на Соловке Потом поступил на лесозавод рубщиком Заработал за лето 50 рублей И отправился в Казань Где он безуспешно пытался поступить в художественную школу В 1902 году он уезжает в Петербург И поступает вольнослушателем в художественное училище барона Штиглица Училище технического рисования и прикладного искусства Отец, смирившись с желанием сына выучиться на художника Деньги из Архангельска посылал Но немного, всего 10 рублей в месяц На эти деньги надо было оплатить квартиру Купить материал для работы На питание оставалось по 4 копейки в день Так Писахов на протяжении 3 лет пытался жить Влочил полуголодное существование О трудностях, пережитых в Петербурге Можно судить по названию воспоминаний Которые Писахов так и не завершил Ненаписанная книга Голодная академия Так назывались его воспоминания Молодой студент из провинции Хотел быть в гуще не только культурной, но и политической жизни Революционные события 1905 года Всколыхнули петербургскую студенческую среду Студенты Академии художеств Сбунтовались против рутины и академизма Писахов тоже выступал на их митинге с речью Против самодержавия, как признавался он сам позже За это из училища его исключили Без права продолжения художественного образования в России Этот год, 1905, стал переломным в жизни Степана Григорьевича Это был год рождения Писахова-путешественника Поиск своего пути он начинает у святынь Новгорода Потом на Арктическом Севере, на Новой Земле Где он не расставался с Мольбертом Великая красота Заполярья потрясла художника С 1905 года поездки в Арктику стали для Писахова регулярными Только на Новую Землю он ездил не менее 16 раз Последний в 1945 году А осенью того же 1905 года Писахов с толпой паломников попадает в страны Средиземноморья Там, думал, увижу самое прекрасное на Земле, вспоминал Писахов За несколько лет с 1905 по 1909 он побывал в Палестине, Египте, Константинополе, Порт-Саиде, Александрии, Смирне, Бейруте В 1913 году посетил Среднюю Азию И везде художник много пишет В течение 1906-1908 годов он не раз ездил в Западную Европу Посетил Рим, Париж Именно в Риме, в Академии Святого Луки Где Писахов показывал свои работы итальянским коллегам Они просили мастера научить их серебряным тонам На что Писахов ответил Это дает север Вернулся домой в Архангельск, как будто глаза прополоскались Где деревья красивее наших берез А летние ночи, полные света, без теней Это так громадно по красоте Летом он путешествовал по Карскому и Белому морю Печоре, Пинниге и Мизене Самыми памятными поездками Писахов считал плавание в 1906 году По Карскому морю на корабле Святой Фока Участие 1914 года в поисках Георгия Седова Исследование земли Саамов Присутствие при основании первых станций радиотелеграфа На острове Вайгач Все увиденное запечатлел в пейзажах, которые выставлялись в Архангельске, Петербурге, Москве, Берлине, Риме Очень любил бывать и на Кий-острове В 1910 году в Архангельске проходила выставка «Русский север» Писахов принял самое активное участие в организации ее художественного отдела И выставил более 200 своих картин 60 работ Писахова были представлены на Царско-сельской юбилейной выставке 1911 года Посвященной 200-летию царского села А в 1912 году за участие в выставке «Север в картинках» в Петербурге Он получил большую серебряную медаль В 1915 году с началом Первой мировой войны Степана Григорьевича призывают в армию Он проходил службу ратникам ополчения в Финляндии Затем его переводят в Кронштадт В 1918 году он демобилизовался и вернулся в Архангельск И впервые Писахов серьезно берется за перо Он начинает писать очерки и сказки, воссоздавая своих современников Его первые публикации появляются в газете «Северное утро» В 1924 году он публикует первую сказку, которая имела название «Не люба, не слушай» Его сказки появляются в Альманахе «Советская страна», в газетах «Волна» и «Правда Севера» Но полноценного сборника у него еще не было Только в 1935 году он смог опубликовать в журнале «30 дней» несколько своих сказок После этой публикации к нему приходит известность И в 1938 году он издает свою первую книгу в Архангельске В 1939 году уже 60-летний мужчиной его принимают в Союз советских писателей Во вторую книгу, которая была издана в 1940 году, вошли 86 его сказок А во время Великой Отечественной войны писатель и художник находился в городе Архангельске Он часто выступал в госпиталях и делил с близкими тяготы тыловой жизни В 1957 году в Москве издается очень красочное издание сказок Писахова Книгу оформлял художник Иван Кузнецов Это издание приносит автору всесоюзную известность Сейчас уже издана немало сборников сказок Степана Писахова Что интересно, сам автор не иллюстрировал свои сказки Доверял другим и искренне радовался этим иллюстрациям Перу Степана Григорьевича принадлежат также интересные путевые очерки Рассказывающие об освоении Арктики, об экспедициях Заполярье Заметки, дневники, опубликованные в большинстве своем уже после смерти писателя Основным заработком для Писахова до войны и после войны были уроки рисования Почти четверть века проработал он в школах Архангельска Преподавать рисование начал в 1928 году Работал в 3, 6 и 15 школах В автобиографии, датированной 23 октября 1939 года, он писал «Мои ученики без добавочной художественной подготовки поступали в художественные вузы Что считаю тоже своей наградой» Что интересно, никто не помнит Писахова молодым Лет в 40 он надевает карнавальную маску сказочника Отращивает бороду, появляется на людях в поношенной одежде и старомодной шляпе Осваивает лексику простонародья Да и за стариковской внешностью легче было спрятать бедность, от которой он страдал с молоду Вскрыть болезненную стеснительность, неровности характера, иногда чересчур вспыльчивого Он выбрал образ старика-чудака, человека со странностями И тем самым сохранил за собой право на озорство, непосредственность в словах и делах В людях Степан Григорьевич больше всего ценил искренность Фальшивого или корыстного человека, чувствовал за версту Был раним и обидчив Любил поворчать, хотя всерьез за себя постоять не умел В последние годы своей жизни Писахов не любил говорить о возрасте «Я привык быть под стеклянным колпаком Это удобно! В гололедицу поддерживают, в трамвай подсаживают На вопрос который год, говорю, в субботу будет пятьсот!» Полушутя, полусерьезно, Степан Григорьевич не раз говорил, что собирается отметить не только свой вековой юбилей Но и непременно дожить до 2000 года Об этом он написал последнюю свою сказку Правда, так и оставшуюся, не опубликованной До 2000 года Писахов дожить не смог Он умер 3 мая 1960 года Похоронен в Степан Григорьевич на Ильинском кладбище в Архангельске Но сказки его живут, переиздаются На родной Поморской улице создан музей Писахова, где экспонируются его картины В деревне Уйма, откуда родом герой его сказок Сеня Малина Ежегодно проводится фестиваль Малиного Уйма В 2008 году в Архангельске на пересечении улицы Поморской и проспекта Чумбарова-Лучинского Состоялось торжественное открытие памятника Степану Писахову Бронзовая скульптура Писахова протягивает руку прохожим В авоське у него рыба А на шляпе сказочника чайка, прилетевшая на запах рыбы По замыслу автора скульптуры, заслуженного художника России Сергея Всюхина Любой желающий может поздороваться и пожать руку знаменитому сказочнику Свою работу он назвал «Здравствуйте, люди добрые» В городе появляются даже традиции, связанные с памятником Согласно одной из них, если пожать руку Степану Григорьевичу И погладить кошку его ног, то день непременно будет удачным Наследие Степана Писахова не теряет своего значения Напротив, позволяет открывать в нем все новые и новые грани Его картины, его сказки, способные обогатить и нас, и наших потомков Подарить немало радостных открытий Сам Писахов часто завершал свои письма к друзьям словами «Радуйтесь» и «Радуйте» Будем же следовать его завету Радоваться жизни и радовать друг друга добрыми делами Теплыми словами А закончить разговор о Писахове мне бы хотелось на поэтической ноте У Вадима Беднова, известного северного поэта, есть стихотворение «Сказочник», посвященное Степану Григорьевичу Писахову Шел старичок-лесовичок Герой каненковских портретов В глазах его, в глазах поэта Плясал лукавый огонек Бровищи, что пышней усов Не столь сердиты, сколь потешны Не он ли с северных лесов Веселый и премудрый леший Он в старом карбасе летал Не по волнам, а в поднебесье Слагал мороженые песни И север в сказках расцветал Он видел красные цветы Там, где мертвы земли покровы Глядят на нас его холсты Светло и сказочно суровы Шел старичок из края в край Архангельской деревни Уймы Шел и ушел А потому я скажу ему Спи, отдыхай, спи, отдыхай Он так любил соцветия слов До нас дошедших Он доставал их из глубин Как добывали в речках жемчуг Любил спросить «Вы не спите?» Прервав на миг свое сказанье «Не спим, не спим» И сказки те для нас в привычной суете Волшебной палочке касанья